В случае необходимости, очень интересно, ну скорую вызываю, это на крайний случай. А если мне надо обратиться к врачу, то я в принципе обращаюсь в свою поликлинику МВД. Мы там, и мне там очень нравятся врачи, я как бы это, и вообще у меня к врачам в последнее время нет претензий. Просто я сама врач, я знаю своих коллег, и мне в этом плане проще. А как люди поступают, честно говоря, даже не знаю, потому что на самом деле в России очень плачевная обстановка с врачами, и людям действительно некуда обращаться, я их очень понимаю. Ну у нас, я обычно к терапевту, у нас участковые, а так вот хожу, ну бывает к платному, по совету тоже. Если вот есть рекомендации положительные, то хожу. Просто захожу в интернет, пишу как бы отзывы, ну у меня как бы мама врач, так что я могу еще у ней спросить. Лучше вообще знакомых врачей иметь, и тогда будет не так трудно болеть. По рекомендации обязательно, только по рекомендации, потому что маленький ребенок, и врачи ставят очень разный диагноз, забывают такое, поэтому только по рекомендации. Я выбираю врача по отзывам от своих друзей и родственников, потому что все равно нужно доверять проверенным людям. Ну то есть я не хочу доверять свое здоровье, если я не знаю этого человека, я не уверен, что у него хороший опыт, и именно мои какие-то близкие люди уже у этого врача лечились. В каждой клинике, как вообще на любом производстве, есть врачи, есть люди, которые себя зарекомендовали. Вообще мы, мир, мне кажется, слухами пользуется, вот он полон, поэтому я еще раз повторяю, я выбираю себе врача по рекомендации. Вот есть люди, которые пользуются уже услугами данного врача, поэтому мне кажется, все-таки надо смотреть. Есть отзывы вверх, есть у нас в интернете, это раз. Есть у нас отзывы, скажем, в каждой клинике есть книги, во-вторых. Ну, в-третьих, есть действительно свои знакомые, которые пользовались услугами именно этих уже заслуженных врачей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!